Я продолжаю вас знакомить с моими новинками по уходу за кожей лица. Это видео новинки по уходу за кожей лица, часть 2. Часть 1, если вы не видели, обязательно-обязательно посмотрите. В нем я рассказываю про свои новинки по уходу за кожей лица, таких марок, как Dermalogica, как Kiehl's, как 2211 и как новая марка из Лос-Анджелеса Refine. Итак, в этом видео я вам расскажу про свои новинки по уходу за кожей от марок Filorgo, от марок Medic 8, от марки La Roche-Posay, от марки Vellinia и от нескольких марок органической косметики, которые я попробовала совсем недавно и от которых пришла в полный восторг. Итак, оставайтесь, пожалуйста, со мной, впереди еще очень-очень много интересов. Я продолжаю рассказывать вам про свой уход за кожей лица, я продолжаю делиться с вами своим весенним таким солнечным настроением, продолжаю заряжать вас позитивом и делиться с вами всем тем объемом знаний по уходу за кожей, который я приобрела, который я постоянно пополняю и обновляю, и я очень-очень надеюсь, что подобная информация вам пригодится. Итак, первое средство, о котором бы мне хотелось рассказать, вернее, это два средства, это две сыворотки от марки Medic 8. Medic 8 это британская марка, британская марка косметевтики. Данную марку очень-очень люблю, знаю ее достаточно давно, очень много о ней слышала и достаточно много уже средств от марки Medic 8. Я очень пробовала, в этот раз я повторила свою любимую ночную сыворотку, вернее, с ретинолом 6 ТР. Это сыворотка с ретинолом от марки Medic 8 в своей самой высокой концентрации, которая и представлена в данной марке. Сыворотка для домашнего применения, для использования в ночное время. Как вы знаете, средства с ретинолом, они очень классно обновляют кожу, они очень, в принципе, показаны для жирной кожи, для кожи с повышенной выработкой себума. Данный ретинол вообще очень-очень классно как раз работает на очищение пор, на обновление кожи, он имеет кераторегулирующее свойство, то есть он регулирует выработку собственного себума нашей кожи, он очищает поры, и в те моменты, когда на моей коже появляется высыпание, я использую данную сыворотку, и, честно говоря, она творит в моей коже чудеса. Единственное, что ретинол, как вы знаете, он провоцирует выработку меланины. Использовать ретинол стоит в межсезонье, именно поэтому я обновила данную сыворотку сейчас, пока у нас еще нет достаточно активного солнышка, для того, чтобы пройти, успеть пройти до начала лета курс достаточно активного ретинола, курс, соответственно, обновления моей кожи. Также, как только вы начинаете использовать ретинол в домашних условиях, либо в кабинете у профессионального косметолога, пожалуйста, еще раз напоминаю, не забывайте днем использовать SPF-защиту для вашего лица, минимальная SPF-защита в этом случае должна быть 30, на самом деле в идеале 50 и даже больше. Это очень-очень важный момент, пожалуйста, настоятельно вам рекомендую прислушаться, это не пустые слова, это правда-правда очень важно, если вы не хотите потом решать проблемы с пигментацией, которая у вас почему-то неожиданно возникла, то очень-очень рекомендую вот после использования сывороток с ретинолом днем обязательно носить на ваше лицо SPF и в течение дня этот SPF обновлять. Вторая сыворотка от марки Медик 8 это новинка, новинка для меня, новинка, которую я ни разу еще не пробовала, это сыворотка C-Тетра, это сыворотка с витамином С и антиоксидантами, она в объеме 30 мл, вот эта вот сыворотка с ретинолом у нас в объеме 20 мл, она чуть меньше. Данная сыворотка, она также имеет масляную основу, она также имеет вот такую вот пипеточку-дозатор. Наша маслица, которая здесь находится, оно такое вот прозрачное, в основе данной сыворотки масло зужуба, также здесь у нас витамин Е, 1% витамина Е и 3% витамин С стабилизированный, который очень-очень классно ухаживает за нашей кожей. Как вы знаете, витамин С, он, во-первых, он осветляет пигментацию, во-вторых, он укрепляет сосуды, и в-третьих, он является достаточно сильным антиоксидантом, собственно, одним из самых сильных антиоксидантов. Данные две сыворотки я использую в паре, то есть, если сыворотку с ретинолом я наношу на свою кожу в вечернее время, то сыворотку Си Тетра от марки Медик 8 рекомендуется наносить на кожу в утреннее время под базовое увлажняющее средство. Собственно, я так и делаю, я сначала умываюсь, потом тонизирую свою кожу лица, наношу на нее тоник, потом наношу на мою зону носогубного треугольника специальную сыворотку для укрепления сосудов, для борьбы с куперозом, и дальше я на все лицо наношу тонким слоем сыворотку Си Тетра, оставляю ее на несколько минут впитаться, и потом уже сверху наношу мой базовый дневной увлажняющий крем и СПФ защиту. Еще две новинки. Это у нас два средства от марки La Roche-Posay, это очень-очень качественная марка аптечной косметики, и оба эти средства из линейки Хиалу Б5. Собственно, само название нам уже подсказывает, что данные средства содержат гиалуроновую кислоту, хиалу, соответственно, это у нас хиалуроник эсид, и витамин Б5. В данной бутылочке у нас с вами находится концентрат, концентрат гиалуроновой кислоты, это вот такая вот сыворотка, она у нас объемом, сейчас я вам подскажу, она у нас объемом 30 мл, она на самом деле не синенькая, она жидкость у нас прозрачная, с вот такой вот пипеточкой. Завтра это у нас концентрат гиалуроновой кислоты, которая наносится тонким слоем на кожу всего личика, вы можете наносить данную сыворотку с гиалуроновой кислотой, как в утреннее время, так и в вечернее время, я наношу ее, как правило, на еще влажную тонику кожу, для того, чтобы данная сыворотка смогла взять влагу из тоника и очень благотворно работать на увлажнение собственной кожи. Про гиалуроновую кислоту, кому интересно, у меня в инстаграме была целая серия постов про то, как гиалуроновая кислота работает, что нужно искать на этикетках и способна ли гиалуроновая кислота из наших кремов заменить гиалуроновую кислоту, которую вырабатывает наша с вами собственная кожа и стимулирует ли она гиалуроновую кислоту, которую вырабатывает наша собственная кожа. Так вот, если вам все это интересно, то обязательно заглядывайте на мой инстаграм-аккаунт, Ссылочки я обязательно оставлю внизу в описании под нашим видео. И читайте, если у вас возникнут вопросы, задавайте, с удовольствием на них отвечу. Второе средство от марки La Roche-Posay, также из линейки Хиалу В5. Это вот такой вот крем с гиалуроновой кислотой и витамина В5. Крем, который придает упругость вашей коже, выравнивает рельеф, и который заполняет первыми мимические морщинки, тем самым он борется с первыми мимическими морщинками. То есть та гиалуроновая кислота, которая находится в составе данного крема, она отлично увлажняет кожу, делает кожу более наполненной, более молодой и здоровой и заполняет все-все-все те маленькие морщинки и несовершенства, которые на вашей коже есть. Текстура у сыворотки более легкая, текстура у крема более плотная, но она также на гелевой основе. На самом деле крем он не белый, он вот такой вот, ну практически на самом деле прозрачный, очень-очень классно увлажняет, очень классно работает на комбинированной жирной коже, не забивает поры, не вызывает никаких воспалений, то есть не провоцирует никакие воспаления, используя его как для увлажнения кожи моего личика, так и увлажнения для зоны моего декольте и очень-очень довольна результатом. И еще одно средство, которым я в последнее время пользуюсь, как я уже сказала, у меня в последнее время достаточно активно беспокоят мелкие сосудики, мелкие такие капиллярчики в моей носогубной зоне, поэтому я решила попробовать вот такую вот сыворотку с витамином К от марки Дермофутура. Эта сыворотка, она специально создана для борьбы с розацией, для укрепления сосудов, для того, чтобы стеночки сосудов становились более плотной, толстыми, а сосудики наши становились менее заметными. Сыворотка на масляной основе, стараюсь использовать ее регулярно, не наношу ее на все лицо, наношу ее только на те зоны, где у меня присутствует розация. Ну, конечно, за там 1-2 применения данная сыворотка чудес не творит и сосудики не убирает, но ситуация с моими сосудами действительно в последнее время, после регулярного использования данной сыворотки, она улучшилась, сосуды стали менее заметны и покраснение в тех зонах, где сосудики присутствуют, оно стало тоже менее выраженным. Следующее средство, о котором бы мне вам хотелось рассказать, это вот такой вот крем от марки Филорга. Филорга это у нас тоже аптечная марка и это марка косметевтики, марка достаточно известная, у которой есть очень-очень неплохие продукты по уходу за кожей лица. Итак, это у нас таймфиллер, это такой достаточно жирненький крем для борьбы с морщинами, с морщинами первыми и с морщинами средними, то есть в принципе это такое вот достаточно сильное средство антиэйдж, это один из бестселлеров марки Филорга. Честно говоря, на данный момент уже в теплое время в Черногории данный крем для меня тяжеловат, а вот для зимнего времени, либо для обладательниц более сухой кожи, которые более плотной текстурой показаны, данный крем подойдет отлично. У меня он пока стоит, пользуюсь им нерегулярно, пользуюсь им 1-2 раза в неделю. Уверена, что подобный крем, кстати, станет отличным подарком для вашей мамы, для вашей тети, для любой вашей старшей подруги, потому что он действительно очень-очень неплохо справляется с проблемой морщинок, морщинок уже появившихся, морщинок достаточно ярко выраженных, он значительно уменьшает видимость этих морщинок, он содержит высокую концентрацию гиалуроновой кислоты и других активных компонентов, поэтому рекомендую, если не для себя, то для ваших мам данное средство будет очень-очень классно работать. Следующее, не побоюсь этого слова, линейка средств, которые я попробовала, это средство по уходу за кожей лица от марки Вилиния. Вот у меня их тут достаточно много, вот так вот, и даже есть, вот так вот, и есть еще альгинатные маски. Мне прислали достаточно много продуктов на тестирование. Вилиния – это профессиональная марка, профессиональная марка из Санкт-Петербурга, это российская косметика, обратите, пожалуйста, на нее свое внимание, которая заинтересовала меня не только очень неплохими составами, но и вполне себе такой адекватной ценой, то есть данная косметика, она вполне доступная. Вы ее можете приобрести, заказать на официальном сайте марки Вилиния, ссылочку я, опять же, оставлю в описании к данному видео. Сейчас быстренько расскажу вам о каждом из средствах марки Вилиния. Первый, тот, которым я пользуюсь все последнее время с огромным удовольствием, это вот такой вот гель для контура глаз, омолаживающий, от марки Вилиния. Объем у нас здесь 30 мл, есть вот такой вот носик-дозатор. Гель имеет очень такую приятную гелевую прозрачную текстуру, использую его для увлажнения зоны моих глазок по утрам, наношу небольшое количество на пальчики, распределяю его такими вот похлопывающими движениями, наношу ее на зону век. Гель, я его храню в холодильнике, поэтому он обладает еще и охлаждающим таким дренажным эффектом, он очень классно увлажняет кожу моих век, очень классно убирает первомимические морщинки, не допускает припухлости, понемножечку осветляет темные круги, то есть, в принципе, решает, конечно, все те проблемы, которые у девушек и у женщин в зоне под глазками возникают. Как я уже сказала, цена данного крема очень и очень доступна, поэтому обратите, пожалуйста, на него свое внимание. Следующее средство, которым с удовольствием пользуюсь от марки Вериния, это гель-сыворотка супер-увлажнения. Она вот в такой вот уже баночке побольше, это у нас объем 50 мл. Данная гель-сыворотка также имеет гелевую текстуру, она на основе гиалуроновой кислоты и она обеспечивает нашей коже длительное увлажнение. Я с удовольствием использую ее как для увлажнения лица, так и для зоны шеи и декольте. Как вы видите, я вообще в последнее время достаточно активно пользуюсь средствами с гиалуроновой кислотой, потому что у нас тут медсезонье, впереди у нас лето. Собственно, я так очень активно собираю коллекцию средств с гиалуроновой кислотой, которыми я с удовольствием пользуюсь сейчас и которыми с удовольствием буду пользоваться в период лета и в период моря для того, чтобы увлажнять мою кожу, для того, чтобы моя кожа оставалась молодой, для того, чтобы на ней не появлялись первые морщинки. Вот все средства, которые содержат активное увлажнение, это вот мой мастхэв на данный момент. На данный момент, как я уже говорила, мне 33 года, то есть моя кожа, она уже не является совсем молодой, но она еще не является возрастной, поэтому у меня есть ряд таких мелких проблем, которые я решаю с помощью специальных сывороток и концентратов, и у меня есть моя основная базовая задача, это увлажнение, регулярное увлажнение моей кожи лица, для того, чтобы морщинки на ней появлялись как можно позднее. Еще одно средство от марки Велиня, о котором мне вам хочется рассказать, это крем-сыворотка активная для лица, она также в объеме 50 мл, она по упаковочке полностью дублирует гель-сыворотку супер-увлажнение, в принципе на сайте марки Велиня достаточно большое количество средств по уходу за кожей лица, различных кремов и сывороток. Также обратите внимание, на сайте Велиня есть линейка средств по уходу за телом, очень-очень классные альгинатные маски для лица и целая линейка средств по уходу за волосами. Итак, крем-сыворотка активная для лица, это такое более плотное уже средство, более сильное средство с эффектом анти-эйдж, которое направлено на омоложение кожи лица, на улучшение контура лица, на улучшение рельефа лица. Данная крем-сыворотка повышает упругость кожи, она обладает ярко выраженным лифтинг эффектом и улучшает овал лица. Не могу сказать, что использую ее на данный момент каждый день, использую ее два раза в неделю, так как в принципе пока что на данный момент каких-то ярко выраженных проблем с контуром лица у меня нет, но вот для поддержания эффекта, для поддержания того состояния кожи, которое у меня есть, данную сыворотку использую и буду ее достаточно активно использовать в осенний период, когда как раз более плотные текстуры моей кожи будут необходимы для защиты и питания. И еще одно средство от марки Веллиния, которое я уже несколько раз пробовала, вот с такой вот большой баночки, это у нас гель алоэ вера с гиалуроновой кислотой, собственно, это универсальный гель, это такая вот универсальная маска, увлажняющая, супер увлажняющая, супер восстанавливающая, на основе алоэ вера, на основе гиалуроновой кислоты, здесь объем 100 мл, масочка имеет вот такой вот зеленоватый очень приятный оттенок, напоминающий нам о том, что в составе у нас именно алоэ вера присутствует. Данное средство выбрала на самом деле впрок, потому что, как я уже говорила, впереди лето и море, и данное средство будет прекрасно восстанавливать мою кожу после пляжа, после первых ожогов, сгораний, после морского пересушивания, с удовольствием буду использовать и для лица, и для тела, и для зоны декольте, и в принципе для всех тех зон, где мне необходимо будет такое вот быстрое соососстановление для моей кожи. Еще о двух продуктах хотелось бы вам рассказать, это также мои новинки по уходу за кожей лица, это новинки, которые я получила в специальной коробочке органических средств по уходу за кожей лица, тела и волосами от эко-маркета Faux Fresh, это вот такой вот крем для глазок от марки Noni Care, и это вот такой вот ночной крем для лица от марки Sativa. Начну вам рассказывать про крем для век от марки Noni Care, крем в объеме 15 мл, собственно, это вот как раз тот самый стандартный объем крема для век, он с таким вот очень приятным носиком-дозатором. Меня этот крем влюбил в себя двумя вещами. Во-первых, у него совершенно потрясающий состав, здесь у нас экстракт плодов Noni, здесь у нас авокадо, здесь у нас алоэ, здесь у нас масло грейпфрута, и здесь у нас оливковое масло, собственно, все компоненты очень круто работает на увлажнение и питание нашей кожи и кожи наших век в частности. Также второе, что мне в этом креме очень и очень понравилось, это совершенно потрясающий такой вот ягодный фруктовый аромат крема. Это даже не цитрусовый, это, я так понимаю, что это как раз плоды тех самых ягод Noni, я не очень понимаю, как они выглядят, но я подозреваю, что я теперь знаю, как они пахнут, потому что данный крем пахнет совершенно потрясающе. Я периодически комбинирую данный крем с другими средствами по уходу за зоной век. Как вы знаете, я вообще в последнее время люблю смешивать разные кремы, разные сыворотки, наслаивать, смешивать, и в принципе я в последнее время ощущаю себя настоящим химиком-ядерщиком. Вот смешиваю, получаю какой-то результат, результат, в принципе, как вы видите, очень и очень неплохой, поэтому, если вам будет интересно, также оставляйте, пожалуйста, заявки, с удовольствием поделюсь с вами своими химическими экспериментами. Данный крем – это 100% органическое средство по уходу за кожей наших век, марка Noni Kea очень и очень достойная, вполне адекватная цена для данного средства, очень и очень неплохой состав и, как я уже сказала, совершенно потрясающий аромат. И последнее средство, о котором бы мне хотелось в этой такой же длительной серии видео про мои новинки по уходу за кожей лица рассказать – это вот такой вот крем Night Face Cream 25 от марки Sativa. Sativa – это белорусская марка органической косметики. Данный крем у нас в объеме 50 мл, он также с носиком дозатором. Крем обладает плотной текстурой, крем предназначен для нормальной и комбинированной кожи лица, и это именно ночной крем, который восстанавливает кожу нашего личика в течение ночи, которая питает ее, которая увлажняет. Честно говоря, для ежевечернего использования на данный момент для меня этот крем тяжеловат, поэтому использую его один-два раза в неделю. Я, в принципе, сейчас не приверженница одного какого-то постоянного крема. Я, так как у меня средств по уходу за кожей лица достаточно много, я все свои средства периодически комбинирую и использую в зависимости от потребности моей кожи на данный конкретный момент. Так вот, данный крем конкретно мне с моей комбинированной кожей, конкретно сейчас достаточно уже теплый период погодный в Черногории, мне достаточно использовать данный крем один-два раза в неделю самостоятельно, либо смешивать его с каким-то кремом с более легкой текстурой. А вот для использования в осеннее и зимнее время я думаю, что как раз данная плотная текстура, она мне будет очень-очень на руку и во время моих поездок в Москву данный крем будет для меня абсолютно незаменим. Вот. То он также на 100% состоит из органических компонентов. Имеет кучу-кучу-кучу тут разных всяких сертификатов. Не знаю, насколько вам видно. Рекомендую обратить внимание, марка Sativa производит очень-очень неплохую органическую косметику. Как я уже сказала, марка белорусская. И как я вам уже сказала, оба эти средства приехали ко мне в специальной коробочке органических средств от эко-маркета ForFresh. Итак, спасибо большое, что все это время оставались со мной. Спасибо большое, что посмотрели эти два видео. Я думаю, что объем информации огромный. На самом деле, такого количества кремов, как есть у меня, ну, наверное, ни одному нормальному человеку не нужно. Ну, я не совсем нормальный человек. Я, во-первых, бьюти-маньяк, а во-вторых, я бьюти-голик. Поэтому я с удовольствием тестирую новинки, я с удовольствием все пробую для того, чтобы находить то, что действительно работает, для того, чтобы делиться с вами своими находками, для того, чтобы радовать вас новыми видео. Если вам понравилось данное видео, ставьте, пожалуйста, пальчики вверх, оставляйте комментарии внизу под видео, задавайте вопросы, не стесняйтесь, если у вас данные вопросы возникают. Спасибо большое, что все это время вы меня смотрели, вы меня выдержали. Спасибо большое, что остаетесь все это время со мной, что являетесь моим подписчиком, а если не являетесь, то, пожалуйста, обязательно подпишитесь, ссылочку я тоже оставлю. И до скорых встреч на моем канале. Пока-пока-пока.